У игроков сквад довольно противоречивое мнение по поводу геймплея на технике. Кто-то считает, что люди, которые садятся в неё, полные бездари, а кто-то, что гении. Мнение об этом расходится потому, что не каждый игрок умеет кататься на танке, знает тактику игры на ней и вообще тактику игры в сквад. С вами как всегда Загнанный и в этом видео я расскажу, почему техника очень редко играет рядом с пехотой и ей помогает. Поехали! Для начала хочу сказать, что не все так называемые танкисты опытные игроки. Довольно часто за руль техники садятся новички и сливаются в первые минуты боя. Но давайте с вами просто представим, что за руль боевой техники садится опытный экипаж и на его примере я расскажу, почему эти ребята не будут находиться рядом со своей пехотой. Когда броня подъезжает к своей пехоте, чтобы помочь, она подъезжает довольно близко ещё и к вражеской пехоте и это уже опасно. Кто нам может нанести урон? В актуальной точке, где бьются наши пехотинцы, в среднем будет находиться два полных сквада противника. В одном полном скваде может быть два лёгких гранатомётчика и один тяжёлый тандем. То есть против нас в этой актуальной горячей точке может выйти около четырёх лёгких труб и один-два тандема. Этого вполне хватит, чтобы уничтожить не только БМП, но и танк. Кто-то из вас может сказать, типа, да ладно, мы не подпустим вражеские трубы к нашей технике. Да, бывает такое, когда пехотинцы прикрывают с флангов свою броню. Исходя из моего личного опыта, когда наша техника находилась рядом со своей пехотой, нас обходили вражеские гранатомётчики с флангов или с тыла в 8 случаях из 10. И именно в этом случае я не виню союзную пехоту. Проблема здесь банальна в количестве пехотинцев, а именно количестве игроков на сервере. Для того, чтобы прикрыть танкистов, необходимо примерно около 5 бойцов. Но в атаке-то находится и так всего пару сквадов. Кто будет нас охранять? Остальные пехотные отделения находятся либо в защите предыдущей нашей точки, либо атакуют актуальную с противоположного фланга. Анализируя данную ситуацию, наш с вами опытный экипаж на технике 50 раз подумает, прежде чем подъезжать на помощь. Но опять же, здесь есть некоторые нюансы. Например, я бы в данной ситуации, будучи именно на гусеничной технике, помогал своей пехоте исключительно на расстоянии. Дело тут в том, что сбить мою гусеницу и соответственно обездвижить сможет даже простая лёгкая труба. После чего меня расстреляют как в тире. Но находясь в колёсном БТРе, ещё можно подумать о близком контакте. Уничтожение вражеской пехоты – это не есть основная задача боевой техники. Основные цели, которые необходимо найти в вашей броне и уничтожить – это вражеская техника. Представим, что во вражеской броне тоже сидит опытный экипаж и соответственно они тоже не попрутся помогать своей пехоте, а поедут искать вас. В большинстве случаев бой между техниками происходит в стороне от актуальной точки. Всё это сделано для того, чтобы во время так называемой дуэли противнику не помогли вражеские трубы. Вообще технике на поле боя в игре «Сквад» очень тяжело. Например, против нашей БМП-2 может выступить не менее шести лёгких противотанковых гранатомётов и двух тяжёлых тандемов. Также это будет техника – бронеавтомобили с крупнокалиберным пулемётом, БТРы, такие же БМП и даже танк. Помимо всего этого нашему экипажу стоит опасаться боевых инженеров с их противотанковыми минами. Напомню, что всего один такой инженер может заложить 10 мин. Не забываем также про стационарный ПТУР и ПТУР на бронеавтомобиле. Прежде чем вы куда-либо поедете, необходимо учесть все эти нюансы. И в конце я бы хотел отметить ещё одного не менее опасного врага. Это союзные «Сквадные» и тимлидеры с их неверными метками техники на карте. Бывали такие случаи, когда на карте стоит метка БТРа, а по факту там стоит танк. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. До скорых встреч, друзья!